Лев Толстой – это не только знаменитый писатель, книги которого изучают в школе. Он вошел в историю и как педагог. Для 19 века принципы воспитания детей по Льву Толстому были новаторскими. А что мы скажем об этом сегодня? Спасибо, ребята. Вы ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. В 31 год он открыл свою школу в Ясной Поляне, в которой бесплатно обучал крестьянских детей. Толстой считал, что дети чисты, невинны и безгрешны от природы. Когда они взрослеют и познают мир, то ориентируются прежде всего на поведение родителей и близких людей. Поэтому главный принцип воспитания детей по Льву Толстому – в первую очередь заботиться не о воспитании молодого поколения, а совершенствовать самого себя. Полагаю, что воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, то есть самому двигаться, воспитываться, быть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе. Единственное воспитание. Толстой был категорически против насилия, что в школе не должно быть РОСК, а ученика нельзя наказывать за невыученные уроки. И когда он отменил любые наказания в Яснополянской школе, то эта новость имела эффект разорвавшейся бомбы для 19 века. Все сомневались, могут ли такие принципы воспитания детей по Льву Толстому быть эффективными. Споры не утихали. Все это очень справедливо, но согласитесь, что без РОСГИ иногда невозможно и что надо иногда заставлять учить наизусть. А вы как думаете? Толстой говорил, что те, кто не обучались в гимназиях и университетах, были лучше, самостоятельнее, справедливее и человечнее. Именно поэтому один из основных заветов обучения в его Яснополянской школе был такой. Не заставлять детей подчиняться жестким правилам, а воспитывать свободе и учить самостоятельности. Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать. Так как мало таких, которые, научившись копировать, умели сделать самостоятельные приложения этих сведений. Толстой часто заявлял, что дети значительно проницательнее взрослых. Он советовал родителям сначала обратиться к себе и обнаружить свои слабые стороны. В противном случае дети увидят обман и не будут прислушиваться к мнению старших. Толстой критиковал учебный процесс в России 19 века. Он возмущался, что для получения аттестата ученикам приходится изобрить теорию, которую потом невозможно применить в профессии. Латынь, философия, церковные науки казались писателю давно пережитым этапом. А вот что было действительно важно, так это получать знания, которые пригодятся в жизни. Да и ученики должны иметь право самостоятельно выбирать, что изучать. Детство по Толстому это прообраз гармонии, которую портят и уничтожают. Принципы воспитания детей по Льву Толстому гласят, что любое воспитание – это попытка загнать ребенка в рамки, подчинить правилам и законам взрослого мира. Лучше всего отказаться от целенаправленного воспитания. Но это не значит, что с детьми не нужно заниматься. Наоборот, нужно развивать в них то, что в них уже есть, и ценить природную красоту. Мы мечтательно преданы ложному делу взрослого совершенства, так как мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка. Что мы скорее, как можно скорее раздуваем, залепляем кидающиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем ребенка, воспитание портит, а не исправляет людей. Свободное образование было неприемлемо для гимназий или университетов 19 века, где учеников насильно, иногда под страхом телесных наказаний, заставляли заучивать уроки. Толстой построил учебный процесс без принуждения к образованию и стремился учить так, чтобы ребенок получал от этого удовольствие. Основные советы учителям писатель собрал в брошюре «Общие замечания для учителя», где рекомендовал пристально наблюдать за душевным и физическим состоянием учеников, а вместо сухих терминов преподносить ребятам впечатление. Толстой писал, что знания, правила, науки – это меньшее, чему может научить ребенка взрослый человек. Наблюдая за родителями и учителями, дети делают выводы о том, что значит быть хорошим человеком, как следует себя вести в обществе и по каким законам жить. Детскую проницательность нельзя обмануть ни знаниями, ни правами. Детей не обманешь, они умнее нас. Мы им хотим доказать, что мы разумные, а они вовсе этим не интересуются, а хотят знать, честны ли мы, правдивы ли, добры ли, сострадательны. Если у нас совесть и, к несчастью, за нашим старанием выказаться только непогрешимо разумными, видят, что другого ничего нет. В Яснополянской школе помимо уроков часто проводили беседы. На этих встречах учителя и ученики обсуждали все, что считали важным – вопросы науки, новости, учебный процесс. Ученики могли высказать свою точку зрения и даже критиковать учителей. Свободное воспитание, которое воспевал Толстой, подразумевало честный и открытый разговор. Воспитание и образование – это не только изучение учебников. Писатель отмечал, что на формирование личности ребенка воздействует все, что его окружает. Познавая мир, ребенок развивает воображение и творческие способности. Огромной ошибкой Толстой считал обучение по четкой методике, вместо того, чтобы лишь направить ребенка в изучении мира во всем его многообразии. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы вспомните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. Прощайте, будет. Прощайте, будет. Прощайте, будет. Прощайте. 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 Прощайте.